МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости Анапы в студии Кристины Арабина. Здравствуйте. Итак, сегодня выпуски. Более 40 тысяч сообщений о происшествиях только в этом году. Раскрываемость убийств достигла 100%. Полиция Анапы отмечает профессиональный праздник. Я искренне благодарен вам лично от себя, благодарен вам от своей команды, благодарен от каждого жителя нашего большого города-курорта Анапы. Протоколы масса предупреждений предпринимателям. Рейдовые группы в магазинах Анапы. На одного из нарушителей был выписан административный протокол с сотрудниками Роспотребнадзора, который уже будет рассматриваться в суде. Точка для фрагментов летнего кинотеатра. В поселке Виноградном продолжается благоустроство территории возле строящегося храма святителя Василия Великого. Губернатор Вениамин Кондратьев сегодня провел заседание на тему обеспечения правопорядка в регионе. Основной вопрос – противодействие незаконной миграции. В работе совещания приняли участие мэр города-курорта Василий Швец и анапский межрайонный прокурор Александр Фоменко. На Кубани усилят меры контроля за нелегальными мигрантами. Как отметил Вениамин Кондратьев, эпидситуация сегодня непростая. Ужесточается контроль за соблюдением ограничительных мер, увеличивается количество рейдов и проверок. И противодействие нелегальной миграции, в том числе способ сохранить стабильную обстановку в регионе. Однако в этой работе есть снижение по ряду показателей. Так за 9 месяцев суды края вынесли почти на 60% меньше решений о выдворении мигрантов. Нелегальная миграция, ее никто не контролирует. Никто не понимает, в каком они состоянии въезжают в наш край. Это же есть потенциальные очаги. Притом не только внутри их, этих групп, которые нелегальные, а в наших общедоступных местах, и магазинах, и скверах, и на набережной. Нелегальные мигранты – это люди вне закона. Кто их проверяет, кто их тестирует, кто их лечит вообще? Да они же никуда даже обратиться за помощью не могут. Они же боятся всего, потому что если они обратятся, легализуются нелегальные, то, естественно, все. Губернатор края дал поручение организовать проверки мест проживания мигрантов на предмет соблюдения эпидемиологических условий. Важно понимать, есть ли у мигрантов разрешение на работу и справки о состоянии здоровья. Если раньше вопрос рассматривать нелегальную миграцию как угрозу экономики, то сейчас мы рассматриваем нелегальную миграцию как угрозу эпидемиологической обстановки, стабильной в крае. А мы с этими очагами не контролируем, мы можем потерять и стабильность эпидемиологическую в крае. Власти муниципалитетов должны активнее реагировать на жалобы жителей. Рейды по выявлению нелегальных мигрантов в крае проводятся на постоянной основе. Большое внимание уделяется стройкам социальных объектов. В случае использования труда нелегалов работодателю угрозит штраф от 250 до 800 тысяч рублей. Вадим Иванов, Михаил Григорьев, Анапа, регион. Сегодня в России отмечают День сотрудника органов внутренних дел. Тех, кто стоит на страже порядка и безопасности, накануне чествовали в Краснодаре. В торжественной церемонии, приуроченной ко дню сотрудников внутренних дел России, приняли участие губернатор Краснодарского края и спикер Кубанского парламента. Мероприятие прошло с учетом коронавирусных ограничений. Многие сотрудники полиции присоединились к празднику по видеосвязи. Мы по праву гордимся настоящими профессионалами, которые достойно выполняют свой долг. Гордимся всеми, кто, рискуя жизнью, побеждает в схватке с преступниками, бережет честь мундира, является образцом личной порядочности и принципиальности. Это, наверное, один из самых узнаваемых и признаваемых праздников в нашей стране и именно нашим народом. Самое главное, что вы прекрасно понимаете, что в это непростое время на ваших плечах лежит ответственность и за общественную безопасность, и за экономическую безопасность нашего края, а теперь еще и за эпидемиологическую безопасность. Лучшим сотрудникам органов внутренних дел вручили ведомственные награды. Работники МВД также удостоены почетных грамот администрации Краснодарского края и благодарности губернатора. Также глава региона и председатель законодательного собрания края почтили память правоохранителей, погибших при исполнении служебных обязанностей, и возложили цветы к мемориалу сотрудникам органов внутренних дел Кубани. Хранители порядка Анапы поздравляли сегодня в городском театре. Лучшим полицейским города-курорта вручали награды и говорили теплые слова. Продолжит Алексей Дивейкин. Торжественное собрание в городском театре. Сегодня со сцены звучали слова благодарности в адрес всех полицейских Анапы. Ваша служба, она очень ответственна, ваша служба, она очень видна, очень значима для нас. Вы являетесь помощниками, помощниками нашими, помощниками населения, жителей нашего города-курорта, в целом Краснодарского края, в том, чтобы они чувствовали себя безопасно, чувствовали себя комфортно, чтобы они могли спокойно гулять по улицам. И вроде бы вас иногда, что называется, не видно, но ваша работа, еще раз повторюсь, очень значима. Я искренне благодарен вам лично от себя, благодарен вам от своей команды, благодарен от каждого жителя нашего большого города-курорта Анапа за вашу службу, за вашу каждодневную, трудную, кропотливую службу. Почетный грамот мэра Анапы сегодня были удостоены 11 полицейских. Еще 21 сотрудник получил личные благодарности градоначальника. Председатель Совета депутатов также отметил полицейских города-курорта. Отдельные слова благодарности хочется сказать тем людям, которые, ну что называется, на земле, совместно с органами ТОС, с нашими коллегами-депутатами, делают нашу жизнь комфортной и, самое главное, безопасной. С праздником, с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Сегодня же очередных званий были удостоены 19 сотрудников МВД, а их руководитель обратился к тем, кто ждет полицейских дома. Отдельные слова благодарности хочу сказать членам ваших семей. Это те, кто каждый день отправляет вас на службу, те, кто ждет вас и к кому вы всегда возвращаетесь. Это те люди, которые рядом с собой, с вами в непростые дни нашей повседневной службы. Поражаю уверенность, что ваша честная служба всегда будет надежной гарантией социальной стабильности жителей города-курорта Анавы. Желаю всему личному составу, ветеранам службы, прежде всего здоровья, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне, успеха в службе, мира и благополучия. Работы у анапских полицейских хватает. Только в этом году в дежурную часть поступило более 40 тысяч сообщений о происшествиях. Но статистика по городу неуклонно улучшается. Вот лишь несколько цифр. По горячим следам раскрыто более 100 преступлений. Это на треть больше, чем в прошлом году. Показатель раскрываемости убийств и квартирных грабежей достигает рекордных 100%. В общем, полиция Анапы выглядит вполне достойно на краевом фоне. Алексей Дивейкин, Михаил Григорьев, Анапа.Регион. И сегодня сотрудники МВД продолжают свою работу, в том числе в составе рейдовых групп, которые обеспечивают контроль соблюдения требований Роспотребнадзора в магазинах Анапы. Накануне специалисты федерального ведомства, полицейские и сотрудники администрации посетили несколько популярных торговых центров. Как результат протокол и масса предупреждений предпринимателя. А ведь статистика заболеваемости продолжает расти. Сегодня, по данным оперштаба, в крае зафиксировано 146 новых случаев заболевания. А где средства для рук? Одно бы, то есть две, потому что это для посетителей больше. Одноразовые маски. Меры профилактики анапчане начали соблюдать еще весной, во время первой вспышки коронавируса в стране. Носить маску в магазинах и обрабатывать руки антисептиком для большинства жителей стало привычкой. Впрочем, заботились о своем здоровье далеко не все. Эпидемиологическая ситуация осенью вновь стала сложной, но контролируемой. И вот уже две недели в стране действует особенно строгий всеобщий масочный режим. Почему без маски? У вас вечер. Да, у меня маска есть в куртке. Почему в куртке? Я просто зашла сейчас взять телефон. Хорошо, а второй вот ваш принят себе тоже без маски? Сейчас он наденет. Теперь это средство защиты нужно носить не только в закрытых помещениях, но и на улице, в местах массового скопления людей. Но, как показала проверка межведомственной комиссии, даже в торговых центрах не все соблюдают требования Роспотребнадзора. Поиски маски детским тренерам по танцам не увенчались успехом. А ведь эти люди работают со школьниками и проводят по несколько занятий в день. Еще одно нарушение зафиксировали в том же ТЦ, на этот раз в мясном магазине. За крылатку мы находились без маски. Я не торгуюсь без маски. Правда, я не торгуюсь без маски. Если вы уже стоите, что я не смотрю. За меня, говорят, фотофиксация. Правильно? Продавец все равно импульсивно доказывал свою якобы правоту. Оказывается, в магазине действуют свои правила, и требованиям Роспотребнадзора они не соответствуют. За находчивость персонала будет отвечать владелец мясной лавки. Наказание за безалаберное отношение к здоровью покупателей и коллег – штраф. По поручению председателя оперативного штаба, работа по мониторингу объектов потребительской сферы в настоящее время усилена. В ежедневном режиме межведомственная группа, куда входят сотрудники управления торговли, Роспотребнадзора, полиции, казачества, мониторят город, мониторят объекты потребительской сферы с наиболее массовым скоплением людей. Сегодня в результате этого мониторинга было осмотрено несколько торговых центров, и на одного из нарушителей был выписан административный протокол с сотрудниками Роспотребнадзора, который уже будет рассматриваться в суде. Сотрудники магазина обязаны не только сами соблюдать масочный режим, но и напоминать о нем покупателям. Если же клиент отказывается надевать маску, он должен покинуть помещение. Впрочем, положительных примеров намного больше. Вместе с нашей съемочной группой комиссия посетила три торговых центра. Почти все предприниматели были обеспечены средствами защиты. Есть такие нарушения, когда в присутствии покупателей бывает маска неправильно одета, то есть это не закрытые верхние дыхательные пути, то есть нос. Во всех остальных случаях, в принципе, они обеспечены им масками и разовыми масками для посетителей. В случае, если посетитель пришел без маски, стоят санитазеры, но зачастую антибактериального, а не противовирусного средства. Эти нюансы находятся в поле зрения сотрудников Роспотребнадзора. Если рекомендации специалистов остаются без внимания, нарушителям грозят штрафы. Суммы могут доходить до 300 тысяч рублей для юрлиц. Но главное не штрафы. Главное – добиться понимания жителей курорта и напомнить им о мерах профилактики. Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. К другим темам. В сельскохозяйственном техникуме Анапы сегодня открылась уникальная мастерская «Геодезия». Это продолжение реализации государственной программы Краснодарского края развития образования. Ее цель – улучшить оснащение и повысить уровень компетенции студентов. Открытие мастерской «Геодезия» с новейшим оснащением – событие, заметное не только для Анапы, но и для всего края в целом. Благодаря гранту Краевого министерства образования на 16 миллионов рублей закуплено дорогостоящее оборудование. Два вида тахеометров – технический и роботизированный фирмы «Лейка», роверные приемники спутникового радионавигационного геодезического оборудования. Такие приборы могут позволить себе только крупные строительные компании. По инициативе губернатора Минина Ивановича Кондратьева и Министерства образования и науки и молодежной политики Краснодарского края за последние пять лет в профессиональную школу Кубани вложены очень огромные деньги. Совсем буквально три года назад у нас в Краснодарском крае проходил всероссийский чемпионат WorldSkills – молодые профессионалы. И сегодня, добавя за техникум, работает ряд компетенций, еще одна добавилась. Все те, кто сегодня выбирают рабочую профессию, совершают правильный выбор. Специальности эксплуатация зданий и сооружений и садово-парковое ландшафтное строительство сегодня наиболее востребованы и входят в топ-50 специальностей будущего России. Студенты сельхозтехникума теперь смогут применять знания в геодезических работах и земельного кадастра при планировке и застройке городов и многих других областях. Компетенция геодезии, современное оборудование, мастерская, позволит еще более качественно подготавливать наших специалистов в области строительства и садово-паркового ландшафтного строительства. Это позволит им выйти на новый уровень и быть более еще востребованными на сегодняшнем рынке труда. Новая мастерская укомплектована на пять рабочих мест по два человека в команде. Расписание будет структурировано так, чтобы все студенты освоили это передовое оборудование. Геодезия касается всех отраслей народного хозяйства, начиная с сельского хозяйства. Я как инженер-землеустроитель, для меня важно межевание земель, то есть точное определение координат поворота точек гранит земельных участков. Именно из-за тех неточностей, когда раньше обычными приборами привязывались к местной системе координат, сейчас возникают судебные споры. Подобным образом оснащенные мастерские планируются в 18 образовательных учреждениях Кубани. АНАПА стала второй по счету площадкой после Краснодара, где в рамках регионального проекта «Молодые профессионалы» открылась такая практическая лаборатория. Ольга Жмак, Михаил Григорьев, АНАПА-регион. В поселке Виноградном продолжается благоустройство территории возле строящегося храма святителя Василия Великого. Накануне строительная фирма помогла снести остатки летнего кинотеатра. Раньше экран, ограждение и здание киноаппаратный служили своеобразным забором. Основное здание храма уже построено. Сейчас необходимо провести коммуникации, отштукатурить стены и привести в порядок прилегающую территорию. Средства на постройку храма собирают, можно сказать, всем миром. Так, благодаря неравнодушным жителям курорта, в прошлом году были установлены купола. Помощь в строительстве могут оказать все желающие. Приблизить любимый город к европейскому стандарту, объединенные таким девизом жители дома 148 на улице Владимирская, своими руками превратили двор в красивое место отдыха. Ольга Жмак расскажет подробнее. Более 30 жителей 148 дома на улице Владимирской от Мала до Велика ранним субботним утром вооружились граблями и лопатами и дружно вышли из квартир, забыв разногласия. Субботнику предшествовала большая работа инициативной группы, благодаря которой соседям удалось собрать почти 100 тысяч рублей. Привезли землю, удобрения, более 30 кустарников, кипарисовик Лейланда и можжевельник Казацкий. Кто-то садит розы и петунии. Сотрудники обслуживающей дом организации привели в порядок прилегающую территорию. Мы в Анапу приезжаем очень часто с разных регионов. Важно, чтобы люди дружили, объединялись, потому что все приехали жить в красивом курортном городе. И от нас зависит, каким этот будет красивый курортный город. Правда? Нужно, мне кажется, соблюдать вот эту красоту и чистоту не только в своем дворе, но и там, где мы находимся. Ведь мы все приехали для того, чтобы жить в хорошем месте. Правда? Давайте мы будем вместе делать хорошим. Дружные соседи греются и любуются еще одним украшением. Семья Забродиных подарила двору вечно зеленую красавицу. Ель колючая уже совсем скоро превратится в главный символ Нового года. Теперь у нас будет во дворе своя елка, и мы будем дружно собираться с соседями, и дети во дворе будут наряжать и водить хороводы. Ура! Потопал можно и полопать. Инициативная группа накрыла для всех соседей сладкий стол с горячим чаем. Давайте! Мы в этой мере! Ура! Ольга Жмак, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Новый красный «Мерседес» могут выиграть Анапчане, приняв участие в розыгрыше. Автомобиль, конечно, не настоящий, а игрушечный. Акцию проводит магазин «Детский рай» в честь своего открытия. Посетителей порадует ассортимент. На полках представлены детские товары разных категорий, начиная от одежды для новорожденных малышей и заканчивая велосипедами и самокатами для подростков. Путешествовать в сказочной стране, мир детских игрушек, подруги Ева и Арина решили вместе. Вот уже и выбрали для себя подарки – кукол. Мечту каждой маленькой девочки. Мне нравятся басы куклы. Мне нравятся столы и машины. Выбрать сюрприз для ребенка в магазине «Детский рай» не составит труда. Настольные игры, кухонные наборы, кукольные, салоны красоты, автомобили, плюшевые питомцы – всего и не перечислить. Персонал ручается за качество, ведь на полках представлены товары лишь от проверенных производителей. Ну, весь ассортимент, начиная от питания, памперсы, косметика, одежда, обуви – абсолютно все. Детские наборы посуды, термокружки, игрушки на радиоуправлении, спортивный инвентарь, велосипеды и многое другое. Ассортимент детской одежды особенно радует покупателей. Здесь можно выбрать как праздничные платья для малышек, так и стильные зимние куртки для подростков. Старок племянницы. Племянницы сколько лет? Два. Что выбор? Пижаму. Выбор большой, хороший. По всей видимости, неплохое качество. Хорошее. Строгое правило магазина – никакой синтетики в составе детской одежды. Контроль качества проходит каждый комплект. Мы поддерживаем российского производителя. Одежда 100% сертифицирована и она из 100% хлопка. Это уже второй детский рай, который открыли в Анапе. В честь праздника магазина все покупатели могут стать участниками масштабного розыгрыша. Главный приз акции – новенький красный «Мерседес». Игрушечный электромобиль – прекрасный подарок для ребенка. И это далеко не единственная акция. Родители ждут крупные скидки, а малышей – детская анимация в день розыгрыша. Ну а теперь всех-всех-всех приглашаем к нам сюда. Добро пожаловать, дорогие гости! А те, кому не посчастливится выиграть главный приз, могут стать обладателями самоката или велосипеда. Условия участия просты. До 15 ноября включительно нужно совершить покупку на сумму более 2000 рублей. А в крайний день акции прийти в магазин в 14.00 с лотерейным билетом. Магазин «Детский рай» находится по адресу улица Амелькова, 32. О новых поступлениях можно узнать на официальной инстаграм-странице. Детский, нижнее подчеркивание, рай. Никита Бойко, Ксения Сепкор, Роман Беркалиев, Анапа-регион. Мы еще раз поздравляем всех сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником. Удачи вам и здоровья! А я прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго! Научиться управлять автомобилем, чтобы сдать на права, это легко. Но мне важнее научить человека не рисковать. Знаете, что больше всего уносит в жизни? Обгон по встречке. Не надо. Если у вас ребенок в машине, нет ни одной причины рисковать его жизнью и выезжать на встречную полосу. Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает водителей. Проявляйте особую осторожность в местах, прилегающих к детским и образовательным учреждениям. Не подвергайте опасности самое дорогое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова